Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 7 сентября. Житие Святого Отца нашего Иоанна, архиепископа Новгородского. Новый чудотворец российский, Святой Иоанн, родился в Великом Новгороде. Родители его, Николай и Христина, были люди благочестивые. Посему, как он, так и брат его Гавриил, оба они были воспитаны в страхе Божьем. С малого возраста Святой Иоанн посвятил себя Богу и вел добродетельную жизнь. Когда же он достиг совершеннолетия, то был рукоположен с пресвитера к церкви священномученика Власия. Но поставленный Иерей с еще большим усердием стал служить Господу, неукоснительно и строго соблюдая все заповеди Божии. Между тем родители Святого Иоанна умерли. И прежде он любил безмолвную тихую жизнь, даже намеревался принять иноческое пострижение. Теперь же, посоветовавшись с братом своим Гавриилом, Святой Иоанн решил создать новый монастырь на средства, оставленные родителями. Сначала они построили Девянную Церковь во имя Пречистой Богоматери, в память Преславного Ио Благовещения, и основали монастырь. Затем замыслили они воздвигнуть и каменную церковь. С нетерпением начали братья приводить в исполнение свое благое намерение. Стали с отчанием строить каменную церковь и уже довели ее до половины. Но вынуждены были остановиться. Средства их истощились. Сильно опечалились этим блаженный Иоанн и брат его Гавриил. Велико было огорчение их. И вот, находясь в таком затруднительном положении, но в то же время питая твердую веру и великое усердие к Пресвистой Богородице, они обратились с молитвой к всей скорой помощнице и утешительнице всех находящихся в скорби. «Владычица наша!» — молились братья. «Ты знаешь нашу веру и любовь к сыну твоему и Богу нашему. Ты видишь наше усердие, с коим мы обращаемся к тебе, госпоже нашей. Молим тебя! Помоги нам достроить сей храм. Всю надежду нашу мы возлагаем на тебя, Богоматерь. Не оставь нас, рабов твоих, владычица, и не посрами нас. Мы начали строить сей храм, но кончить его сооружение без твоей помощи мы не можем». Так молились они Богородице и изливали перед ней свое горе. Их усердная просьба была услышана. Царица Небесная явилась им в сонном видении и сказала, «Для чего вы, возлюбленные мною рабы Божии, впадаете в такую печаль и предаетесь такому сетованию о том, что создание храма замедлилось? Не оставлю я моления вашего, ибо вижу вашу веру и любовь. В скором времени у вас будут средства, коих не только будет довольны для сооружения храма, но даже останется излишек. Только не оставляйте благого дела и не охладевайте в вере». Видение это, коего удостоились оба брата, придало им силы и бодрости. Восстав от сна, они исполнились великой радости. После утренней братья рассказали друг другу о том, что видели, и надежда их окрепла еще более. По Божию всмотрению, они в тот же день ранним утром вышли из монастыря и вдруг видят перед воротами монастырскими красивого коня, на котором была надета узда, обложенная золотом. Тем же металлом было оковано и седло. Конь стоял тихо и неподвижно. Садника же, коему бы мог он принадлежать, не было. Братья сильно дивились красоте и богатому убранству коня. Долго ожидали они, не придет ли откуда хозяин его. Однако никто не появлялся, а конь неподвижно стоял на том же самом месте. Тогда они подошли к нему ближе и увидели, что по обеим сторонам седла висят два туго набитые мешка. Уразумев, что это неспослано им свыше, они сняли с коня мешки и тотчас конь стал невидим. Братья развязали мешки и нашли в одном до самого верха золото, другой же был наполнен серебром. Удивившись такому попечению о них Божией, при святой владычестве, они стали высылать горячие благодарственные молитвы. Скоро с Божьей помощью окончили они церковь и благолетно ее украсили. Затем купили они много сел для содержания монастыря, и несмотря на то, у них осталось еще немало денег, которые они отдали игумену и братьям. В этом монастыре и сами они приняли иноческое пострижение, причем Иоанн был наречен Ильею, а Гавриил Григорием. Богоугодно проходила жизнь их в посте и молитвах, исполненные различных иноческих трудов и подвигов. Когда скончался святой архиепископ Новгородский Аркадий, блаженный Илья был вытребован из монастыря и против воли возведен на архиепископский престол. Считая себя недостойным такого сана, Илья отрекался от него, но руководимые самим Богом князь, мирскими и духовными начальниками, и все граждане новгородские, единогласно избрали Илью на архипастерство, ибо он был угоден Богу и людям. Усердными мольбами и просьбами все убеждали смиренного инока вступить на престол архиепископский. Все требовали сего. Наконец, против своего желания, он повиновался воле граждан и рукоположен был в архиепископа Новгородского святейшим Иоанном Киевским и с вами России митрополитом. Он верно пас стадо христовых овец, живя в святости и праведности. Во время его архиепископства князь Суздальский Роман вместе со многими другими князьями земли русской в числе 72 восстали против великого Новгорода, задумав разорить его, а своих единокровных и единоверных братьев пленить и предать смерти. С большим войском они пришли к городу и, расположившись вокруг, в течение трех дней сильно теснили его. Граждане, увидев большое число осаждавших, упали духом. Силы их истощались. Сильно скорбели и смущались они, ниоткуда не ожидали помощи. Только у Бога просили милости и надеялись на молитвы своего святого архиерея. Последний же, как истинно добрый пастырь, видя приблизившихся волков, готовых расхитить его стадо, стал на страже неусыпающим оком, взирая к Богу, и святыми молитвами своими, как стенами, защищая город. Когда в третью ночь он по своему обычаю стоял на молитве перед иконой Господа Иисуса Христа и со слезами просил владыку об избавлении города, то услышал голос, говорящий ему, «Иди в церковь Господа Иисуса Христа, что на Ильинской улице, возьми образ причистой Богородицы и вынеси его на городские стены против врагов. Тот час, тогда увидишь спасение городу». Услышав сие слова, Илья исполнился неизвеченной радости и провел всю ту ночь без сна. Утром же он созвал всех и рассказал о случившемся. Слыша то, люди прославляли Бога и причистуя Его Богоматерь. И как бы получив некоторую помощь, воспрянули духом. Архиепископ же послал своего протодиакона с клиром, приказав им принести к себе честную ту икону. А сам со священным собором начали совершать молебное пение в Великой Церкви во имя Софии Божьей Премудрости. Посланные, дойдя до церкви Спасовой, где находилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы, сперва по обычаю поклонились ей, потом хотели взять образ, но не смогли даже и с места сдвинуть его. Сколько раз они не пытались поднять икону, все-таки это им не удавалось. Тогда они возвратились к архиепископу и поведали ему о том чудесном явлении. Взяв всех с собой, архиепископ отправился к Спасову Церковь. Придя туда, он пал на колени перед иконой Владычицы и молился так. О, примилостивая госпожа, Дева Богородица, ты упование, надежда и заступница нашему городу, ты стена, покров и прибежище всех христиан. Посему и мы, грешные, надеемся на тебя. Молись, госпожа, сыну твоему и Богу нашему за город наш. Не предай нас в руки врагов за грехи наши, но услыши плач и воздыхание людей твоих. Пощади нас, как некогда пощадил неневитян сын твой за их покаяние. Иви на нас свою милость, Владычица. Окончив свою молитву, святитель начал молебен. И когда клирики воспели кондак, представительство христиан непостыдное, внезапно честная икона Пречистой Богородицы двинулась сама собою. Весь народ, видя такое поразительное чудо, единогласно воспикл «Господи, помилуй!» А святейший архиепископ, взяв в руки честную икону, совершая, благоговейно облобызав ее, отправился с народом, совершая молебное пение, поднял икону на городскую стену и поставил ее против врагов. В то время неприятели стали все сильнее теснить город, выпуская на него тучу стрел, и вот Пресвятая Богородица отвратила лих свой от неприятеля и простерла взоры на город, что было явным знаком великого милосердия владычицы, являемой людям, бедствующим в осаде. Архиепископ взглянул на святую икону, увидел на очах Богоматери слезы, взял свою филонь, он стал собирать в нее каплющие с иконы слезы, возгласив, о, преславное чудо, от дерева сухого истекают слезы. Сим, ты, царица, даешь нам знамение, что со слезами молишься сыну твоему и Богу нашему об избавлении города. И весь народ, видя Пресвятую Богородицу, проливающую слезы, возопил к Богу с рыданием и сердечным умилением. Внезапно на неприятелей напал страх, тьма покрыла их, гнев Божий привел их в смятение, и они начали убивать друг друга. Заметив смятение врагов, жители Новгорода отворили городские ворота и с оружием в руках своих устремились на противников, а одних из них они посекли мечами, другие живыми, другие взяли в плен. И так с помощью Пресвятой Богородицы победили все полки вражеские. С этого времени святитель Божий Илья установил в Великом Новгороде торжественный праздник предивного знамения Пресвятой Богородицы и назвал день тот днем избавления и днем наказания. Ибо по молитвам Пресвятой Богородицы Бог послал избавление гражданам и наказание тем, которые дерзостно восстали на своих единоплеменных и единоверных братьев и произвели междоусобную брань. С того времени великий Новгород, управляемый своим добрым пастырем, пользовался полным миром и глубокой тишиной. Занимая в течение нескольких лет архиепископскую престол, блаженный Илья в ревностной заботе о большем прославлении Святого Имени Божия построил прекрасные церкви. Число всех воздвигнутых им храмов простиралось до семи. Первая церковь, которую он создал еще до своего пострижения в Иноке, была в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вторая в память Богоявления Господня была построена уже во время его святительства. Третья во имя святого пророка Ильи, четвертая преподобного Феодора Игумена Студийского, пятая святых трех отроков Анани Азари Месаила и святого пророка Даниила, шестая святого праведного Лазаря Четверодневного, седьмая была посвящена святому чудотворцу Николаю. Воздвигая церкви, Илья прославился и своей благочестивой жизнью. Он был весьма милостив ко всем, отличался необычайной кротостью и нелицемерной любовью. Был он как бы солнцем в церкви Христовой, разливая свет добрыми своими делами, прогоняя мрак, злодеяния и сокрушая главу князя тьмы, дьявола, который всегда питает вражду и завидует спасению человеков. Имел также святой Илья такую власть над нечистыми духами, что своим словом мог связывать их, о чем свидетельствует следующая дивная повесть. Однажды святитель по своему обыкновению в полночь стоял в своей келии на молитве, бес, желая устрашить святого, вошел в рукомойник, который висел в его келии и, возмущая в воду, стал производить шум. Святитель, поняв, что это дело дьявола, подошел к сосуду и осенил его крестным знамением. И так запрещением своим связал бесов в умывальнике, что тот томился там долгое время, не будучи в состоянии выйти оттуда, наконец, не вынося боли и муки, так как сила крестного знамения палила его, бес начал вопить человеческим голосом, о горе мне, сила креста сжжет меня, не могу более терпеть я такого страдания, отпусти меня скорее, святой угодник Божий. Или я же спросил, кто ты и как вошел сюда? Дьявол отвечал, я лукавый бес и пришел смутить тебя, ибо я думал, что ты как человек устрашишься и перестанешь молиться, но ты заключил меня в этом сосуде, и теперь я сильно мучаюсь, горе мне, что я прельстился и вошел сюда, пусти меня, раб Божий, отныне никогда не буду я приходить сюда. Так бес вопил долгое время. Наконец святитель сказал, за твою бесстыдную дерзость, повелеваю тебе с тею ночью отнести меня в Иерусалим и поставить у храма, где находится гроб Господень. Из Иерусалима тотчас же ты должен обратно перенести меня сюда, в мою келью, в ту же самую ночь, и тогда я отпущу тебя. Бес всячески обещался исполнить волю святого, лишь бы только блаженный выпустил его из сосуда. Святитель выпустил его со словами, превратись в оседанного коня и стань перед келью моею. Подобно тьме вышел бес из сосуда и обратился по повелению святителя в коня. Блаженный Илья, выйдя из кельи, сел на беса и в ту же ночь очутился во святом городе Иерусалиме близ храма Святого Воскресения, где находился гроб Господень. Здесь угодник Божий запретил бесу отходить от того места, и бес стоял словно прикованный, не имея сил издвинуться с места, до тех пор, пока Илья не совершил поклонения гробу Господню, и честному древу Святого Креста. Подая к храму, святитель преклонил колено перед дверями и стал молиться. Вдруг запертые двери отверзлись сами собою, а у гроба Господня зажглись свечи и лампады. Архиепископ, вознося Богу благодарственные молитвы и проливая слезы, поклонился гробу Господню и благоговейно облабызал его. Также поклонился он и животворящему древу, всем святым иконам и местам. Исполнив свое желание, он вышел из храма, и снова двери церковные затворились сами собою. Бес же стоял на том месте, где ему было павильона, в виде оседанной лошади. Сев на него, Иоанн опять в ту же ночь прибыл в великий Новгород и очутился в своей келье. Уходя от святителя, бес умолял его не говорить никому, как он служил ему, как был связан клятвой, как повиновался он, словно пленник. «Если же ты расскажешь кому-либо», прибавил нечистый дух, «как ты ездил на мне, то не перестану я строить против тебя козни и наведу на тебя сильное искушение». Так грозил бес, а святитель осенил себя крестным знаменем и тотчас исчез от него бес, словно дым. В одно время святой Иоанн вел духовную беседу с честными мужами, с игуменами, священниками, благочестивыми гражданами. Он рассказывал жития святых, говорил много о душеполезных подвигах и, между прочим, сообщил и то, что с ним было, а именно, о своей поездке в Иерусалим. Рассказывая же, он не называл самого себя, а как будто говорил о каком-либо другом. Я сказал, он знает такого человека, который в одну ночь из Новгорода достиг до Иерусалима, поклонившись гробу Господне и животворящему древу Креста Господне. Он снова в ту же ночь сам вернулся в Великий Новгород. Во время своего путешествия он ездил на бесе, которого связал своим запрещением, сделав его как бы пленником своим. Слушатели сильно удивлялись всему рассказу святого, а дьявол скрижетал зубами своими на архиепископа, говоря, «Так как ты рассказал тайну, то наведу на тебя такое искушение, что будешь ты осужден всеми своими гражданами как блудник». И с того времени бес с Божьим попущением начал действительно строить свои коварные козни святителю, стараясь лишить его доброго имени. Он показывал людям, которые во множестве приходили к Иоанну, просить благословения. В келье святого разные видения, то женскую обувь, то ожерелье, то какие-либо женские одежды. Приходящие к архиепископу люди, видя это, соблазнялись и стали думать о святом, не держит ли он блудницу в своей келье. Сильно смущались они тем и, толкуя между собой о виденном, говорили друг с другом, человеку-блуднику недостойно занимать апостольский престол. Когда однажды народ собрался и пошел к келье святого, бес превратился в девицу, которая побежала перед народом, как бы удаляясь из кельи блаженного. Видевшие сие, закричали и погнались было за девицей, чтобы схватить ее, но бес убежал за келью святого и стал невидим. Услышав народный крик и шум, святитель вышел из кельи и спросил собравшихся, «Что такое случилось, дети мои, о чем вы шумите?» Они закричали на него, стали бронить и укорять его, как блудника, схватили его, стали насмехаться над ним и, не зная, как далее поступить с ним, они стали толковать между собою. «Отвезем его на реку и посадим на плод, чтобы он выплыл из города по реке». Посоветовавшись, они повели святого и целомудренного архиерея Божия к большому мосту на реке Волхове и посадили святителя на плод. Так сбылось слово лукавого дьявола, который, хвалясь, говорил, «Наведу на тебя такое искушение, что осужден будешь всеми, как блудник». Теперь, видя такое поругание святого, сильно радовался лукавый враг рода человеческого. Но по Божию промышлению невинность праведного победила и посрамила коварного врага. Ибо, когда святого посадили на плод, последний поплыл не вниз по течению, но вверх против течения, несмотря на то, что у большого моста течения воды было очень сильное. И никто не влек плод, но сам он плыл по воле Божией и направлялся к монастырю святого Георгия, который находился на расстоянии трех поприщ от города. Видя такое чудо, люди ужаснулись. Позабыв о злобе, они разрывали свои одежды и с плачем говорили, «Согрешили мы и неправедное дело сотворили, ибо мы, овцы, осудили невинно тебя, нашего пастыря». Идя по берегу, они молили святителя, чтобы он простил их пригрешение и возвратился на свой престол. «Прости нам, отец!» кричали они. «В неведении мы согрешили против тебя, не помни злобы наше и не оставляй чад своих». Так же и весь клир, забегая вперед и земно кланяясь блаженному, с рыданием умолял его возвратиться на свой престол. Архиепископ же, как первомученик Стефан, молился за обидевших его, говоря «Господи, не вмини им сего во грех». Пристав к берегу за пол поприща, иначе на 345 сажений, на две трети версты с небольшим. Отвышел упомянутого монастыря, а он спустился с плота и вышел на берег. Народ же, преподая к нему с плачем, просил прощения. И было великое ликование, когда святитель даровал им прощение. Еще сильнее радовались они тому, что Господь открыл неповинное и чистое его житие. Неизлобовый пастырь, всем даровав прощения, рассказал, как он побывал в Иерусалиме, как ездил на бесе, и как дьявол старался устрашить его. Все, слыша это, прославляли Бога. Итак, святитель возвратился на престол свой с великой честью и славою и стал поучать людей. Чадо, со смотрительностью делайте всякое дело, чтобы дьявол не прельстил вас, чтобы добродетель ваша не была омрачена злым делом и не прогневать бы вам владыку Господа. После всего описанного святитель жил недолгое время. Узнав о приближении своей кончины, он отложил свой архиерейский амафор и принял схему, причем дано было ему имя Иоанна, которое он носил до своего пострижения в иноке. Всем ангельском образе он с миром приставился ко Господу. Тело его было погребено в храме Софии при мудрости Божией. После него на присол архиепастерский был возведен родной его брат Григорий, который также верно пас словесное стадо. Богу нашему слава ныне и присно и во веки веков Аминь. Представился 7 сентября 1186 года. Богу нашему слава во веки веков Аминь. Просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала.